Брейн немного переоценил свою значимость. Он полагал, что продержится всего семь дней, а потом за ним приедут тяжело вооруженные ухари и под предлогом обмена опытом арестуют прямо в спортзале. Однако прошла неделя, потом другая, а он продолжал натаскивать свой взвод, стараясь успеть оставить им хоть что-то от собственного опыта, но в начале третьей недели его прямо с марш-броска по обширной территории базы вызвали командиру, полковнику Стормеру. Брейн передал управление взводом своему заместителю, сержанту, и пошел следом за посыльным, который то и дело оглядывался на капитана Брейна, ставшего за короткое время на базе своеобразной звездой. Порой случалось, что грифы секретно и совершенно секретно ставили с большим запозданием, когда слухи уже распространялись за пределы места событий. Вот и рассказы о том, как Брейн сумел преодолеть участок космического вакуума и спасти город, обрастали все новыми устрашающими подробностями. Подходя к знакомому еще по первому визиту на базу безвлекому бетонному корпусу, Брейн чувствовал, что полностью спокоен и готов принять новость, которую ему без сомнения вынужденно заготовил полковник Стормор. Улучив минуту, посыльный свернул куда-то в бытовую секцию, должно быть по нужде, но Брейн сам нашел нужный кабинет и, постучав вошел, обнаружив полковника Стормора в расстегнутом кителе с початой бутылкой казенного рома на столе. «Я сволочь, Томас!» — сразу сказал полковник и залпом выпил очередную порцию. «Не торопись, давай по порядку!» — попросил Брейн, садясь у рабочего стола начальника, чтобы увидеть, какие тому приносили криптограммы и в какой последовательности. Отчасти бумаги уже были перепутаны, но учитывая, что полковник все еще твердо стоял на ногах, а бутылка лишь ополовинена, военные действия начались не раньше полутора часов назад, а последние депеши, судя по временным штемпелям, принесли менее получаса назад. «Томас, я сволочь!» «Джон, для меня важно, чтобы ты оставался в трезвом состоянии, иначе я не узнаю, что мне предстоит», — сказал Брейн, убирая бутылку и чувствуя непреодолимое желание самому выпить все до дна, чтобы на какое-то время забыть об этой ноющей боли. «Ну сколько можно?» «Ладно, прошу прощения, капитан», — произнес полковник «Застегивай китель». Брейн указал ему на первую криптограмму. «Это приказ откомандировать тебя в 24 часа на курсы подтверждения квалификации». Брейн пробежал глазами текст и кивнул. «Я просто так не сдался, Томас, ты не думай», — мотнул головой полковник. «Я тут же вызвал лейтенанта-связиста и потребовал отбить ответ. Так, мол, и так база на передовой в борьбе с этими самыми, ну ты знаешь». «Знаю», — подтвердил Брейн. «Ну вот, говорю, а вы меня лишаете ценной штатной единицы, не могу, дескать, никого отпустить, и точка». «А они что, думаешь, сделали?» «Приказали?» — попытался угадать Брейн. «А вот ни хрена, посмотри на бланк». «А нет, это другой, вот, смотри». Прежде никогда не отзывались, клали на нас три прибора, а тут «посмотри». Тотчас направляет к нам двух молодых лейтенантов для пополнения командного состава. «Оперативно». «Все так, как ты и предупреждал, Томас, а я сволочь из задницы, прости меня». «Перестань винить себя, ты был не в курсе этих проблем. К тому же, промолчи ты насчет моих подвигов, они все равно нашли бы меня, ну, на пару недель позже». «И что ты предлагаешь? Вот так просто сдаться?» «Почему сдаться?» «Я не врагом, и они мне не враги». «У нас существуют какие-то недоразумения, и я уверен, мы их разрешим и расстанемся довольными результатами». «То есть ты?» «Ты правда веришь в то, что говоришь, Томас?» С долей недоверия уточнил Стормер. «Разумеется, ранним утром я поеду к ним в этот центр подтверждения квалификации и вскоре буду точно знать, где мы размолвились с этими привязчивыми ребятами». «Ты просто успокаиваешь меня». «Да, успокаиваю, потому что мне нужно распоряжение о подготовке проездных документов. Будь добр, Джон, отдай это распоряжение». «Да отдам, конечно, куда я денусь?» Упавшим голосом произнес полковник.